нашим гостем студии будет сегодня менеджер по международным связям пфл азербайджана фараш гушейнов здравствуйте здравствуйте спасибо за приглашение вот завершился сезон азербайджанская премьер-лиги как оцените сезон в целом оцениваю сезон положительно впервые за долгое время в турнире участвовал 10 команд это больше матчей больше туров больше голов например вот был побит рекорд по голам впервые за 19 лет был забит 475 мячей это очень хороший показатель в среднем 2 шестьдесят четыре гола за игру коэффициент тоже вы выше получается да но это конечно говорит о том что было больше матчей больше туров но в целом если сравнивать с предыдущим сезоном где было забито в средний результат результативность было 260 264 это больше плюс новички этот уран тоузы кпс с большой армии поклонников болельщиков радостно что именно как команды из регионов пополнили чемпионат и они сыграли на хорошем уровне то есть была борьба не было в принципе явного аутсайдера то есть тот же шамаха который занял последнее место он играл достойно до были победы над собаком над лидерами так скажем то есть целом была равная борьба и интересный чемпионат фарша вот насколько карабах превзошел все-таки своих соперников в этом году как карабах конечно опытная команда и очень долгое время у них есть определенная стратегия фактор тренера опыт еврокубках то есть это не может не сказываться конечно и в чемпионате тоже но не сказать что они были на голову сильнее тот же собак например навязал борьбу и в целом четырех матчах раз уступил это это была очень равная борьба 4 3 если помните да была также победа всем десятером играл да причем десятером то есть было удаление и в целом конечно игра в еврокубках тоже сказалось на карабахе они может каких-то моментах выступали больше предпочтения отдавали еврокубкам но я думаю что все-таки нужно улучшать трансферы то есть нужны новички тем более что были покинуты на протяжении года например в еврокубках в отборочных очень много голов забивал в адже был хороший овусу то есть к продаже этих игроков каде тот же да но на замену пришли игроки несоответствующие то есть допустим травма шахрудина тоже повлиял я думаю например серия пенальти с гентом возможно если был бы более опытный вратарь а к сожалению не смогли никого приобрести да может быть вытащил бы матч а дальше уже неизвестно что было может карабах пробился еще более следующие раунды на в лиге конференции в целом стратегии клуба понятно опыт тренерский гурбан гурбан уже на протяжении более 10 лет точечные трансферы думаю могли бы улучшить ситуацию в целом и надеюсь мы все верим что карабах обрадует болельщиков будет пройден 1 16 финала будущее конференция она вот сейчас стало известно что раме шайда у него закончится контракт он теперь будет выступать чемпионате таиланда буквально сегодня максим медведев написал социальных сетях о том что филипп озабить у него также решился контракт он покинет команду еще неизвестно может даже не в чей перейдет ну и вероятнее всего уже кейтап приходит карабах да то есть как эти трансфер боятся не учитывая что здесь мы теряем два атакующих игрока были ну а зобич последнее время играл не на своем уровне его уход да это его ход то есть это было видно изначально по поводу шайдаева я думаю это его свое решение возможно хочет попробовать себя в новом чемпионате тем более барирам юнайтед в тайской лиге он последние два года он был чемпионом и в целом если посмотреть он задает тонн той лиги 1 возможно шейдаев хочет пополнить список своих трофеев то есть он был чемпионом россии и словакии и азербайджана да возможно ну гурбан гурбан хвалил очень шейдаева последнее интервью говорил что он патриот своей стороны очень достойный футболист то есть борется но в целом он себя проявлял и видно что желание игрока было играть туда он стал бомбардиром чемпионата впервые но сейчас нужно усиливать еще атаку да обязательно нужно усиливать атаку найти именно такого футболиста который подходил под целом под состав под игру такой как и был дин андлова может быть дину конечно рейнолду но вот открытие сезона это собак команда мурат мусаева практически до четвертого круга до его середины сохранялся интрига даже обыграли карабах четвертом круге как оценить именно игру этой команды были где-то такие спады временные где-то в декабре был потом когда было домашнее поражение от урану то вот где-то возможно этих очков и не хватило в конце да самара тоже свои стратегии опытный тренер это приход мусаева в целом хорошо повлиял и на команду собак и на самого мусаева то есть у него были достижения в краснодаре но ему нужно было именно попробовать себя за границей в новом клубе то есть в принципе у него багаж был только краснодар и в целом это хорошо повлияло то есть если мусаев пришел по ходу предыдущего сезона и собак играл хорошо но не смог пробиться еврокопки из-за плохого начала сезона то в этом сезоне уже полноценный опыт мусаева хорошие трансферы кстати вот мне нравится стратегии клуба именно точный трансфер они сделали допустим очень хорошо проявишься абдуллай ба нуреев игрок сборной азербайзиана кащук очень пригощу куда это вообще я думаю что транс даже не сайт может это распасовки можно заменить сейчас более созидательным стал игроком до таким игроком центра поле и сайт надо ну вот кащу кащу конечно открытие сезона да он игрок сборной украины у 20 то есть был кстати чемпионом мира составе этой команды у него есть потенциал и я думаю он все-таки не останется в этой команде к сожалению потому что его сватают уже в боли и не дом принадлежит шахтеру просто он здесь на правах аренды поэтому не все решает собак то есть если пришел собак то он бы остался но 16 голов и 10 голевых передач и там очень хорошие результаты я думаю то есть сейчас придется кого-то все-таки покупать случае если шахтер подаст его такого же да есть уже мурат мусаев объявил что будет 5 новых новичков 5 трансферов какие именно сейчас пока под секретом не сказали на ему же быть до контракт подписали на три года мы с вами продлили я думаю собак играл хорошо но на дистанции их не хватало то есть если например карабах опытный в плане команды у которой есть стратегии на более дальние то есть они уже проявили себя на протяжении долгих лет то есть собак собаку мне думаю нужно время может опыт какой-то еврокопах тоже и в будущем я думаю эта команда сможет побороться за чемпионство может даже уже в следующем году а вот нефти потому что нефти он и шанс на серебро потерял ранен но одновременно с этим команда пробился финал кубка страны как в целом выступление оцените и вот тренерская работа лоуренца ради калфа дабы трансфер и так мне кажется играет стабильно но это и хорошо и плохо то есть хорошо в том смысле что команда не становится хуже то есть она играет так как играла есть лидеры есть игроки которые например махмудов нужны какие-то перемены именно наверное в трансферах какой-то именно конкретно но если посмотреть на солдане либо на этой атакующей игроки это пущено и тоже должны себя проявить еще посмотреть на дальнейшее развитие то есть как они проявят себя допустим еврокопку опять-таки нефти будет играть еврокопах это тоже плюс посмотрим там по игре уже как что вот какие шансы на финал кубка нефти габбала нефти габбала я думаю шансы равные габбала тоже кстати вот в прошлом году еврокопках они не прошли и но проявили себя достаточно хорошо забивали даже забивали до была игра поставленная и инмар бахшиев тоже очень хорошую команду построил добились тоже право участвует линии конференции я думаю будет равная борьба шансы 50 на 50 ну губал и кстати приглашаю на финал до 3 июня 3 июня будет хорошая концертная программа с участием из скорее всего многие ждут дополнительное время серии пенальти ждут что был открытый матч а ну вот габбала при эльмаре бахшиева даже был момент когда год два года назад на втором месте шла просто где-то физики не хватало на весь сезон да вот сейчас что-то изменилось габбале с того времени в принципе есть молодые игроки которые показывают свой уровень есть перспектива будущем я буду ну опять-таки на данный момент максимум это третье четвертое место идем все-таки навязать бору карабаху и собака на данный момент будет сложно габбале я думаю в будущем если будут еще трансферы да то возможно им могут выпрыгнуть выше головы как говорится это футбол в завершении такой вопрос парад развития футбола в регионах то пришел туран шелки опять шамаха шамаха тоже неплохой сезон да несмотря на то что десятое место были домашние победы видно что свой стиль игры есть у команды вот как и в целом развитие футбол регионах а цену вот приход туран и ката за это также увеличил число команд регионов премьер-лиги сама шамаха ты полноценный сезон именно как шамаха потянул за собой спонсоров кстати вот в будущем собирается вот число команд дивизионе из регионов должно увеличиться как я знаю в этом плане да тот же кипс у него была неудачная серия старт неудачный был потом поднять можно сказать что туран ну в отличие от капец даже более тренерская команда там айхана басова рука видно и относится того как они с нефчи играли когда не в боку собаком играли ну тура на было конечно начало были победы но они были более вымоченные то есть на последних секундах то затем уже мы видим убедительные победы над собаком был разгром нефчи да то есть вам его раскрылся до команда именно вот играет то есть эта команда середина именно вот таблица не мальчик для битя и даже хорошо что это новая команда с первого по последний тур были шестые получается даже обыграли зеря который боролась за еврокубки до выиграли насколько есть шансы сейчас айхана басова случае если он останется в рулят именно зацепиться за еврокубковую зону следующем году то есть с этим составом или все-таки трансферы нужны хороший состав у них кстати вот руни его один из бомбардиров очень хорошо себя проявил 29 матча 16 голов вот и в целом даже вот в кубке они могли бы пройти ни в чем на последнюю секунду за вышел бы финал все было бы как манчестер-баварии глядова голова последний то есть вполне могли бы и в этом году выйти в еврокубки в целом я вижу да перспективу даже они могут побороться за четвертое место в будущем тот же киапас если оставить на бритарла ахмедова киапас был на последних то есть боролся с дистанцией ставая было но потом а потом они проявили себя и в результате заняли седьмое место даже могли бы подняться выше да там туран не смогли догнать то есть восьмое место они до магнада и сумгает как бы перейти в одинаково количество очков и в целом было бы то есть если так смотреть по итогам следующий сезон даже возможно будет еще интереснее где-то интрига будет обязательно спасибо большое фараж спасибо вам спасибо за приглашение на вопрос я напомню нашим гостем студии был менеджер по международным связи пфл азербайджана фараж гусейнов